МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такое беспощадное явление, как мода, захватило абсолютно все сферы нашей жизни. И речь идет не только об одежде. Сегодня модно заниматься спортом, быть вегетарианцем, путешествовать, уметь фотографировать. Не обошла стороной мода и братьев наших меньших. Иметь питомца дома сегодня тоже модный тренд. Причем порода также имеет значение. А мир собачников – это мир особой субкультуры со своими традициями и сленгом. События, люди, явления – все то, что нас окружает в программе «Территория жизни» на телеканале РЕН-ТВ «Регион-12». Долгое время мода на собак была связана с охотой. Своры-гонщик у знати были обычным явлением. Статус компаньона собаки стали приобретать позже, и моду на них уже устанавливали правители. Будь это мопс, левретка, док или мальтийская баллонка. В 20 веке с приходом кино мода на собак стала меняться практически каждый год. Колли превратились в золотую жилу после выхода фильма про Лесси. Кинолента «Ко мне, Мухтар» вызвала интерес к восточноевропейской овчарке. Ищи, Мухтар! Ищи! Ну-ка, дай! Хорошо! Хорошо! А семейная комедия «Бетховен» к огромным псинбернарам. Модной киношной собакой 90-х стал Джек Рассел Терьер из фильма «Маска» с Джимом Керри. В России 90-х высокий рост преступности спровоцировал популярность собак-телохранителей, охранников. А в 2000-х вместе с гламуром и стразами началась мода на карманных маленьких собачек. Тон моде задают и политики. Вся эта мода, она сказывается на собаках не всегда позитивно. Почему? Потому что все-таки при выборе собаки мы должны выбирать себе так, как вот мужчина выбирает себе, например, автомобиль. Он может быть комфортный, соответствовать его манере езды, например, его вкусам и так далее. Вы при выборе собачки нужно точно так же. То есть знаете, какой у него темперамент, какие нужны условия жизни, что нужно своей собакой делать. Многие владельцы просто не задумываются, они не знают всей сложности ухода и содержания этой породы. Некоторым нужны определенные условия, например, тем же самым хаски. Им нужен очень активный образ жизни, им нужно бегать. Это все-таки такая спортивная собака. Ну, в квартирах это не всегда получается. Эх, хорошо. А дедушка где спит? Какой дедушка? Ах, дедушка. А там, в прихожей, на коврике. На коврике спать собаке теперь не модно. Обязательно мягкая лежанка, а еще удобная миска, красивый ошейник и поводок, лучше рулетка. Все вместе это будет стоить порядка 5000 рублей. Но если собака короткошерстная, то нужна еще и одежда на все сезоны. Цена на зимнюю куртку для собаки средних размеров начинается от 1000 рублей. Ну, а если шить по индивидуальному заказу, не на все породы есть фабричные модели, то сумма будет примерно в 2-3 раза больше. Для того, чтобы сшить вот такую вот куртку, пришлось снять 11 мерок. Практически как на хороший мужской костюм. Но неизвестно еще, что дешевле. Покупка одежды для гладкошерстной собаки или постоянный уход за длинной шерстью животного. Если хозяин хочет видеть свою собачку всегда в выхоженном виде, а в короткой стрижке, то достаточно приходить один раз в два месяца. Если же мы хотим сделать герку просто гигиену, допустим, кончики ушек побрить, ноготочки подстричь, можно приходить раз в месяц. Таким образом, уход в салоне обойдется от 3 до 5 тысяч в год. А еще не забываем про корма, обязательные прививки и осмотры ветеринара. Неотъемлемая часть любой модной, а значит породистой собаки, это выставки. Это особый мир, особый сленг, особая атмосфера. И опять расходы. Причем не только на взносы. Подготовить и красиво провести собаку по рингу может далеко не каждый владелец. Занятия с тренером и его помощь на выставке оплачиваются отдельно. К слову, такие услуги по цене сравнимы с репетитором для школьника. Но теперь уже и в нашем городе хендлер перестал быть экзотикой. Хендлер это тот, кто выставляет собаку в ринге, кто умеет скрыть недостатки собаки и показать ее преимущества. То есть теперь выставки это не только выбор лучшего животного с зоотехнической точки зрения, но еще и шоу. Однако организаторы уверены, выставки теперь все больше превращаются в спорт. Но до спортивных кинологических высот Ешкар-Оле еще далеко. Людей, которые защищают честь нашей республики, на всероссийских соревнованиях можно пересчитать по пальцам. Бельгийская овчарка Рэйчел вместе со своей хозяйкой Ксении победитель множества чемпионатов, мастер по фристайлу официальной спортивной дисциплине. В регионах этот вид спорта мало развивается. В крупных городах очень уже даже хорошо развивается, очень много спортсменов в Европе, то есть проходят чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Российская сборная на данный момент одна из сильнейших в мире вообще. И спорт очень-очень демократичный, потому что в принципе всем доступен. То есть может заниматься любая собака. Не так давно Ксения с друзьями стали применять ум, способности и навыки своих питомцев в совершенно неожиданном виде. Для детей с особенностями развития общение с такими собаками – это новый стимул и большой толчок в общем курсе реабилитации. Мы раньше просто приезжали, например, в детский дом, выступали. То есть просто это не были какие-то занятия, это просто было для того, чтобы принести радость. Но за час они очень сильно вымывают. То есть собака отдается эмоционально и физически очень серьезно. Это на самом деле не каждая собака этим может заниматься, далеко не каждая. Помимо того, что должна быть собака не агрессивна, должна быть собака хорошо обучена, должна быть собака управляемая, она действительно должна получать от этого радость. То, что мы делаем с детьми, это, конечно, не спорт, это уже совсем другое направление. Хотелось уже давно попробовать что-то подобное, а сейчас появилась база. Мы начали пробовать, начало получаться, поэтому очень хочется развиваться в этом направлении. Кстати, раньше невозможно было завести собаку, не пройдя общий курс дрессировки при ДСААФ. Сейчас в большинстве своем владельцы занимаются дрессировкой самостоятельно. Хотя, как и при воспитании ребенка, помощь наставника, хотя бы на начальном этапе, все же необходима. Собака должна уметь ходить на поводке, не лаять, естественно. То есть, вообще, беспрекословно слушать команды хозяина, невзирая на то, что вокруг люди, кошечки, птички или там еще другие собаки. Вот, вот это воспитанная собака, воспитанная для города. С собакой владельцу рады далеко не везде. Сегодня с трудом можно найти разрешенное место для выгула собаки, не говоря уже о площадках со специальными снарядами для занятий. Вот этот вот знак – редкость в нашем городе. Официально разрешенная площадка для выгула собак. Однако других собак, кроме этой, здесь нет. Ну, во-первых, здесь нет и никаких снарядов для дрессировки собак, а еще здесь нет ограждения. И к площадке примыкает очень оживленная тропа, по которой передвигаются люди. И к тому же здесь расположена детская горка. И чтобы избежать конфликтов, владельцы собак предпочитают приходить сюда поздно вечером, либо выбирают для прогулок другие места. Еще один тренд последних лет – это брать на воспитание брошенных животных. Все животные нашего благотворительного фонда, которые находятся на балансе, абсолютно здоровы, осмотрены ветеринаром, привиты, имеют ветпаспорт и обязательно кастрированы и стерилизованы. Но если в случае с породистой собакой мы знаем все о ее родителях и возможных заболеваниях, характерных для той или иной породы, то здесь, по сути, кот в мешке. Для людей, кто берет такое животное, это большая ответственность. Даже в два раза, наверное, больше, чем вы берете породистые животные. Вы, по крайней мере, поворот по породистому животному, узнаете тип характера, что, зачем, почему, какие были предки, бабушки, дедушки, какие у них были болезни наследственные. Вы это все можете просмотреть и пронаблюдать. А у собачки из приюта вы этого не можете сделать. Но, тем не менее, это не при том, что это плохой друг и компонент. Можно и нужно брать собак из приюта. Бездомная собака или породистая, большая или маленькая, с короткой шерстью или длинной. По мнению профессионалов, важно другое, чтобы собака была воспитанной. Именно на таких собак и должна быть мода, уверены кинологи. На самом деле, лучше вводить моду не на породы какие-то собак, а на то, как ведут себя собаки. И очень хотелось бы, чтобы вошла, наконец-то, мода на воспитанных собак, на то, что собаки должны быть не только ухоженными, красивыми, а должны быть воспитанными, невзирая на породу, размеры или предназначения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова